Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Последний рывок у нас, собственно, в ходе этой пятидневки. Впереди выходные, ну а на следующей неделе, как я вам говорил, нам будет на чем спокусироваться, поскольку неделька будет гораздо живее, чем эта. Из отчетов, как вы прекрасно помните, у нас единственное, на что можно было обратить внимание, так это на данные, которые как раз поехали на заключительную сессию, то есть на сегодняшние торги. И здесь мы будем следить за статистикой европейского происхождения, в частности, данными по ВВП и промышленному производству еврозоны. Ну и еще параллельно у нас целый блок статистики и по США, поскольку сегодня розничные продажи и индекс цен производителей, предваряющий показатель инфляции. Эта статистика уже под конец европейской сессии в 15.30 по Москве. Ну а теперь давайте, собственно, по порядку разберем наш традиционный перечень, набор инструментов, которые мы анализируем каждый брифинг. Стараемся держать сами себя в курсе того, что происходит на рынках, не упуская ничего из вида, поскольку я не устаю повторять о том, что именно в фундаменте очень важна преемственность и четкое понимание того, как меняется фундаментальный взгляд. И мы, надеюсь, прекрасно понимаем, каких трендов, тенденций стоит ожидать в ближайшее время. Знаем, кто выглядит сейчас перекупленным активом, а кто больше сейчас дружит со статусом перепроданности. В частности, говоря про бренд. Несмотря на наши визуальные попытки, даже прибегали к помощи нашего традиционного черного бочонка по бренду, символу, собственно, этой идеи. К сожалению, продавить этот актив мы пока не смогли. Более того, вчера мы видели, как бренд отличился очень серьезным восходящим движением, прирост составил около 5%. Да, это много, но учитывая то, что бренд в последнее время показывает в принципе повышенную волатильность, это, конечно же, никакой ни нонсенс, ни парадокс бывает. И очень часто вслед за такой динамикой в одном направлении следует уже инверсия, то есть противофаза, когда буквально на следующий день актив движется с такой же интенсивностью только в обратную сторону. И я думаю, что мы вполне можем увидеть нечто подобное сегодня, поскольку есть понимание по фундаменту, что происходит с этим активом. Есть у нас на десерт своего рода отчет от BakerHudges по количеству платформ он выйдет сегодня в 20.00 по московскому времени. Мы знаем, что ожидать от этой статистики и, соответственно, продолжаем делать ставку на снижение, чтобы не произошло. Самое плохое, что может случиться сейчас, это позволить рынку вести в себя в заблуждение и отказаться от фундаментально обоснованных идей, которые предполагают совершенно другое движение активу, нежели то, которое бренды и WTI показывают сейчас. Если вернемся к вчерашней торговой сессии, совершенно очевидно, что реализация пока что медвежьего сценария, который предполагал уход актива ниже 42 долларов за баррель, пока откладывается. И вчерашний рост, он внес коррективы в наши какосрочные планы, но не сломал систему долгосрочного подхода, которая по-прежнему предполагает снижение этого товарного инструмента к поддержке 40 долларов за баррель, но прежде нам нужно преодолеть поддержку 42 долларов за баррель. Думаю, что многие из вас, особенно те, кто целенаправленно интересуется нефтью и торгует этим инструментом, знают, что вчера в качестве фактора поддержки выступили комментарии руководителя Министерства энергетики Саудовской Аравии о том, что в ходе предстоящей встречи в сентябре в Алжире, которая была анонсирована, собственно, президентом ОПЕК, действительно Саудовская Аравия будет лоббировать идею, или лучше сказать, правильнее сказать, что Саудовская Аравия может поддержать инициативу, которые предполагают выработку совместных, солидарных решений, направленных на стабилизацию цен на рынке мегаэсурсов и в перспективе достижения баланса между ключевыми экономическими категориями, спросом и предложением. И здесь важный нюанс заключается в том, что параллельно с вот этой коррекцией лимитов, о чем могла между строками идти речь со стороны комментариев, опять же, министра энергетики Саудовской Аравии, мы получили накануне подтверждение того, что на текущий момент Саудовская Аравия добывает больше 10,5 миллионов баррелей в сутки, то есть это исторический максимум. И также сделали абсолютно оправданный логичный вывод, который заключался в том, что этот регион может говорить все, что угодно, но и так был уже неоднократно. В конечном счете, дальше слов не последует, поскольку дело не будет за этим. И никаких договоренностей в сентябре, в конце этого приближающегося месяца на 15-м международном энергетическом форуме достигнуто не будет. Это 100%, потому что если бы были предпосылки для этого, это произошло уже довольно-таки давно и гораздо раньше текущего периода. И прежде чем вообще можно было говорить об этом, не обязательно встречаться, чтобы обсуждать. Саудовская Аравия и прежде всего в целом ОПЕК могли собственными силами без неочередных встреч, без неформальных бесед уже повлиять на цену. Что для этого нужно сделать? Это снизить объемы производства на полмиллиона баррелей. Если бы мы увидели это, соответственно, Brent уже бы картировался выше 55 долларов за баррель. Однако этого не происходит. Время идет, объемы производства только увеличиваются. И вот последняя оценка Международного энергетического агентства, по статистике она была представлена вчера, гласит, что производство нефти в рамках ОПЕК выросло больше, чем мы предполагали, больше 40 тысяч баррелей в сутки. На 150 тысяч баррелей. И сейчас этот объем составляет 33, практически и 4 миллиона баррелей. И дальше будет увеличиваться, потому что вспомните комментарии ряда руководителей ближневосточных стран, которые, отвечая на вопрос, почему продолжается так активное увеличение производства, объяснили это внутренней потребностью и повышенным спросом. Если так ситуация будет развиваться и дальше, тогда ни о каком снижении лимитов, и уж тем более сознательной позиции ряда ближневосточных стран по снижению производства, мы не увидим. Поэтому главная тема, указывающая на то, что количество предложений будет только увеличиваться, она остается актуальной. Вернемся теперь к вчерашней торговой сессии. Причина роста, слухи и ожидания, ожидания только того, что через месяц на рынке может появиться позитивный фактор через снижение лимитов. Этот вопрос мы сейчас с вами уже закрыли. И параллельно с этим я предлагаю вам уже посмотреть на другую сторону медали. Тоже в оценке фундаментальной ситуации по нефти. И это статистика, это фактические цифры, на что и нужно обращать внимание в первую очередь. И здесь мы снова прибегаем к данным от Международного энергетического агентства, которые были представлены вчера. И согласно этим данным в 2017 году спрос на нефть, рост спроса на нефть может снизиться до 1,2 миллиона баррелей в сутки. То есть это на 100 тысяч меньше, чем оценка прошлого месяца. И порядка уже на 300 тысяч баррелей спроса в сутки. Меньше, чем того показателя, с которого мы начинали в начале 2016 года. Плюс ко всему, по версии агентства PLATS, которое анализирует общую ситуацию на рынке энергоресурсов, отдельно по регионам, по предложению по спросам. Сейчас уже статистика указывает на то, что объемы импорта в Китай снизились на 0,1%. И будут, скорее всего, продолжать снижаться. Поскольку Китай продолжает действовать в рамках договоренности по экологическим стандартам, которые недавно были расширены еще одним договором, подписанным в Пекине. Собственно, договором, который подразумевает сокращение выбросов неблагоприятных и, соответственно, вредных газов в атмосферу. И, согласно такому основному фону, опять же, ссылаясь на Китай, можно сделать ставку на то, что, и это уже подтверждено, то, что Китай будет сокращать импорт нефти и компенсировать импорт этого энергоресурса импортом газа, который может вырасти больше, чем в пять раз в перспективе ближайших пяти лет. И, если действительно это будет так, тогда Китай будет импортировать около 300 миллиардов кубических метров газа в год. Это более безопасное топливо и, соответственно, такой спрос со стороны одного из ключевых потребителей нефти обязательно повлияет на текущую ситуацию в плане спроса и предложения и еще больше усилит расхождение. То есть, у нас производство будет расти, а вот спрос на это сырье будет снижаться. И снова я возвращаю вас к тому, что у нас статистика, цифры и в целом фундамент уже фактически подтвержден и указывает на то, что рано еще покупать бренд и уж точно не нужно занимать долгосрочные длинные разделки. Сегодня, как я уже отметил, у нас есть отчет, на который стоит обратить внимание. Я думаю, что этот отчет поддержит наши медвежьи ожидания Бейкер Хаджес. В случае очередного в рамках прошлой недели прироста количества платформ мы будем с вами наблюдать, как это непременно скажется на динамике бренда и позволить нам к концу торговой сессии пятницы с большой долей вероятности оказаться, возможно, ниже 45 долларов за абар. Если это случится, тогда на следующей неделе мы с вами снова вернемся к активным распродажам и будем продолжать делать ставку на то, что в самый короткий период времени сможем добраться до поддержки 42 доллара за абар. Дальше идем. Российская валюта 64,26. Понятно, что восстановление нефти было отыграно курсом российской валюты через укрепление. И более того, то, что до этого мы видели снижение и это снижение не провоцировало резкой революции, это позволяет нам сделать вывод о том, что, скорее всего, сейчас рубль больше сфокусирован, опять же, на теме политических выборов. Вы помните, около месяца назад мы о ней говорили, что эта тема, сентябрьские выборы в Думу, может затормозить неблагоприятные тенденции на российском валютном рынке и сдержать тот деволюционный прессинг, который повлияет на индекс потребительских цен и на состояние потребительской активности. Людей сейчас, как я уже отмечал, злить не будут. Если политическая тема будет оставаться превалирующей, тогда нам придется подождать еще около месяца на текущих уровнях в районе 65 рублей против доллара. А вот после того, как они минуют, середина сентября, мы снова вернемся к всему потенциалу, связанному с возможностью ослабления рубля против валютных конкурентов и способствовать этому будут и вновь усиливающиеся корреляции с нефтью, и плохие макроэкономические показатели по активности, и дефицит бюджета свыше полутора триллионов долларов и санкций. В общем, все те самые негативные моменты, на которые делали ставку ранее, проявят себя снова во всей России и станут причиной девальвации рубля до 70 против доллара. Но это придется еще подождать, собственно, до второй половины сентября. Дальше идем. Евро против доллара. Сейчас актуальные ликтировки у нас 1.11.40. Мы видим то, что европейская валюта не смогла добраться до сопротивления 1.12. И хорошо, потому что мы планировали в случае пробоя этого уровня покинуть евро-доллар. Сейчас нам делать этого не нужно, поскольку европейская валюта корректируется. Ролями доллар и евро действительно поменялись. Сейчас мы понимаем то, что трейдеры возвращаются к старым идеям, связанным с фундаментальным обоснованием распродажа европейского валютного риска. Если объяснить вчерашнюю динамику, то можно сказать, что отсутствие каких-либо значимых макроэкономических отчетов сейчас не позволяет трейдерам четко определиться с конкретным направлением движения. Но вот сегодня у нас с фундаментом будет попроще, а значит и попроще будет с источниками волатильности, поскольку сегодня в 12.00 выйдут данные по промышленному производству и отчету по ВВП. Ждем, собственно, эти релизы. Настраиваемся на то, что ухудшение экономической конъюнктуры вкупе с слабыми показателями по индексам деловой активности в сфере услуг и промышленности, а также такой же слабой потребительской активностью, скорее всего, обеспечит нас плохими цифрами. И эти самые цифры мы можем отыграть в динамике евро через охлаждение интереса к этому инструменту. Поэтому на сегодняшнюю торговую сессию я возлагаю надежду, что евро еще придопится и против европейской валюты могут выступить еще и сильные данные по США, то есть по рыночным продажам, которые могут поддержать американца и тем самым оказать дополнительное давление на рисковые инструменты. Пока евро снижается, это хорошо, поскольку впереди у нас поддержка 1.10. Я надеюсь, что доберемся мы до нее уже совсем скоро, тем более, что на следующей неделе протоколы последнего заседания ФРС могут пролить свет на сроки повышения процентной ставки. И если этот свет будет настолько ярким, что укажет на более-менее приблизительный месяц до конца 2016 года, доллар получит еще больше и, наверное, долгожданный импульс для того, чтобы потеснить евро как раз к долгожданной поддержке 1.10. Фунт против американца. Сейчас котировки 1.29.59. Как мы с вами и говорили, не стоит обращать внимание на локальные бычьи выпады, потому что пункт остается аутсайдером. Действия Банк Англии по снижению процентной ставки, решение программы количественного смягчения, продолжающийся темп оттока капитала, слабая статистика, последствия выхода из состава Европейского Союза. Все эти факторы давления можно перечислять бесконечно. И плюс ко всему они еще были усилены и крайне неудачны, как мы подметили провальным аукционом, проведенным Банком Англии буквально два дня назад. Это сигнализирует все в пользу того, что фунт будет оставаться под давлением. Наша с вами цель не 1.29, 1.28 и пока мы не пробьем эту поддержку, не будем отказываться от того, что фунт еще не реализовал свой медвежий потенциал. На следующей неделе у нас данные по рынку труда и индексу потребительских цен. И я не сомневаюсь в том, что эти отчеты продолжат цикл провальных рейсов прошлых недель и, соответственно, позволят фунту сохранить статус одного из самых непривлекательных валютных инструментов на рынке Форекс. Поэтому прогнозирую, что до отметки 1.28 мы можем претендовать закрепиться даже в ходе уже следующей пятидневки. Доллар японская иена. Сейчас котировки 102.11. Видим, что буквально за азиатскую торговую сессию, да и со вчерашнего дня, доллар активно наверстывает ранее утраченные пункты. Сейчас мы снова выше сопротивления 102. 102 иены за доллар. Надеюсь, что движение выше – это тенденция сегодняшнего дня, поскольку доллар предвкушает, опять же, статистику по роничным продажам и индексу цен производителей, который может указать нам на то, что стоит ожидать по будущим показателям по инфляции. По потребительской активности. Почему по роничным продажам? Я делаю ставку на возможность увидеть хороший отчет. На прошлой неделе вышел релиз, который указал на рост расходов домохозяйства в рамках месяца и в годовой перспективе чуть ли не до многомесячных максимумов. Это хорошая статистика, которая говорит о том, что восстановление, которое мы видели на рынке труда, оно имеет уже положительную отдачу и в потребительской активности. Если растет потребительская активность, ну согласитесь, логично ожидать, что сопоставимый прогресс мы можем увидеть и по общему показателю роничных продаж. Поэтому сегодня я надеюсь, что статистика не разочарует и станет еще одним фундаментом для роста американца. Вчера же вышли данные по заявкам на пособие по безработице – 266 тысяч против прошлого – 267. Показатель держится ниже 270 уже длительный период времени, самое главное – ниже 300 тысяч, который, в принципе, и отделяет восстановление от спада. И это тренд, который длится уже практически 80 недель, самый длительный с 1973 года, который, мягко говоря, указывает на то, что рынок труда по-прежнему восстанавливается. А рынок труда – это один из показателей для ФРС по поводу общего самочувствия экономики. Да, мы нашли много и плохих отчетов по-американскому, в принципе, в рамках США. Может быть, какие-то из них действительно являются определяющими для оппозиции ФРС. Но, между тем, не стоит отказываться и забывать про очевидный прогресс, который есть и на рынке труда, и на рынке недвижимости. А также и на другую, скажем, сторону представителей ФРС, которые готовы голосовать за повышение ставки уже до конца 2016 года. Среди них, собственно, и господин Вильямс, который отметил, что экономические данные больше радуют, чем разочаровывают. И вполне возможно, что именно декабрь станет тем самым путеводным месяцем, огнем, на который сейчас трейдеры, собственно, ориентируются. И месяц, который станет для нас решающим. Точнее, не для нас, а для динамики доллара. Потому что в случае повышения процентной ставки американец может показать очень серьезное бычье ради. Из других валютных пар. Сейчас пока что выделить нечего. Фундамент ничего нового нам не поряднет. Собственно, USDCAD, если говорить про сырьевой инструмент против доллара 1.2967. Здесь роста нефти стал причиной ослабления позиции доллара против канадца. Соответственно, канадская валюта от этого только выиграла. Но это временные тенденции, на которые сейчас не стоит обращать особого внимания. В любой момент на рынке энергоресурсов может пойти разворот. Тогда и канадская валюта снова начнет терять. Цель остается прежней 1.32. Собственно, на этом все. Из важных отчетов в сегодняшней торговой сессии, как я уже отметил, через 2 с небольшим часа. ВВП еврозоны и динамика промышленного производства. Отчеты, которые повлияют на евро и, будем надеяться, в плохом смысле и негативным образом. 15.30. Троличные продажи индекс цен производителей. И в 20 по США, и в 20.00 отчет по количеству негативных платформ в Америке. Бейкер и Хаджес. Ждем очередного прироста и ждем того самого сигнала для распродаж бренда, которые могут отправить этот актив в конце торговой сессии ниже 45 долларов за баррель. Кодовое слово на сегодня. Ипульс. Величина бонуса на пополнение, которое действует, будет действовать до следующего брифинга. То есть до понедельника до 9.30 по московскому времени 15%. Ну а увидимся мы с вами уже в понедельник на брифинге и на вебинаре, который традиционно состоится в 16.30 по московскому времени. Поэтому мне остается пожелать вам сегодня исключительно прибыльных сделок, хорошей торговли, хорошего закрытия всей недели. Ну и, конечно же, замечательных выходных, которые впереди. Собственно, большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.